Татьяна Николаевна, мы собрали топ-5 наиболее часто задаваемых вопросов от родителей в тему здоровья детей. И в самом начале, что в состоянии ребёнка повод обратиться к врачу-педиатру? Ну, в первую очередь, конечно же, помимо признаков очевидных заболеваний, таких как повышение температуры, рвота, сыпь, мы будем говорить о изменениях в состоянии ребёнка, которые настораживают родителей. Конечно, если ребёнок активный, весёлый, жизнерадостный, вдруг становится сонным, вялым, бледным, конечно же, это повод обратиться к врачу. То есть, с одной стороны, вроде и родители часто говорят, да не хочется в поликлинику лишний раз везти, а с другой стороны, и самолечение плохо? Безусловно. Как найти золотую середину? Ну, прежде всего, конечно, каждый родитель лучше всего знает своего ребёнка. И тот уровень опасности, когда стоит, а когда не стоит, на совести, наверное, и в зоне ответственности каждого родителя. Нужно быть внимательным к своему ребёнку. И только родитель может определить ту черту, когда необходимо уже затревожиться, скажем так. Ведь дети болеют достаточно часто, и, как правило, простудные, например, заболевания, они протекают достаточно типично. С температурой, да, с определёнными признаками респираторных заболеваний, да. И при этом ребёнок может оставаться активным, жизнерадостным, да, он будет интересоваться окружающими его игрушками. Ну, в то же время, если вдруг ребёнок ведёт себя совершенно иначе, это, конечно же, повод насторожиться и лишний раз повторно обратиться к доктору. Вот, кстати, сезон простуды вирусов. У каждого родителя всего один вопрос. Как защитить своё чадо? Ну, в первую очередь, конечно, это соблюдение личной гигиены. Надо понимать, что кроме тех космических способов, да, когда мы говорим о применении каких-то лекарственных средств, существуют традиционные способы, как уберечь ребёнка от простуды. Это мытьё рук при возвращении с прогулки, безусловно, да, при физиологических отправлениях после еды, до еды. Безусловно, это элементарные, скажем так, навыки. Это проветривание помещения, это ежедневные прогулки на свежем воздухе, это рациональное питание. Активный образ жизни. Активный образ жизни, безусловно. Это прогулки, это физическая активность. Ну и, конечно, избегать многолёдных мест в сезон простуд, это тоже немаловажно. Теперь про вакцинацию, но в более широком понятии. Сколько бы ни говорили эксперты о плюсах, по-прежнему, как мне кажется, есть те, кто яро против. Что говорить таким родителям? Ну, безусловно, вы правы, мы, когда говорим об эффективности вакцинации, мы говорим не только о вакцинации против гриппа, хотя и это немаловажно в сезон простуд, опять-таки. А вакцинация от таких серьёзных заболеваний, как полиэмилит, гепатит, да. На сегодняшний день ситуация управляема только благодаря вот такой масштабной вакцинации запланированной. И, безусловно, это доказанный метод профилактики серьёзных заболеваний. Я думаю, что каждый родитель, принимая решение «за» или «против», он, безусловно, несёт ответственность за те последствия, которые могут наступить. И ответ, это моя философия, наверное, не совсем сюда, ведь речь о безопасности жизни конкретно взятого ребёнка. Безусловно. И зачастую родители ярые отказчики, они являются сами привитыми против большинства инфекций, потому как их родители в своё время принимали совершенно обратную позицию. И снова в тему вирусов. Какое количество больничных в сезон является нормой? Говоря про деток, часто родители шутят, что половину простудного периода детки ходят в сад, если повезёт, половину, а вот вторую часть проводят лечить дома. Если говорить о количестве заболеваний простудных у ребёнка в год, то нельзя сказать здесь норма патологии. Все эти нормы, они достаточно усреднённые. Для каждого ребёнка всё очень индивидуально. Если мы говорим о часто болеющих детях, то здесь критерии таковы, что до 3 лет ребёнок может переболеть 6 и более раз, и это будет считаться нормой. Ребёнок 4-5 лет, он может болеть 5 раз, и более это уже часто. Ребёнок старше 6 лет, для него и 4 эпизода в год, это тоже много. И, конечно, нужно оценивать не только частоту респираторных инфекций у ребёнка, но и длительность каждого случая. Как тяжело протекает инфекция. Иногда достаточно двух и трёх случаев, но те, которые протекают тяжело, с осложнениями, и здесь уже необходимо обратить внимание на ребёнка. Я знаю, ваши коллеги призывают родителей относиться к этому достаточно спокойно. Довод следующий идёт – закалка организма. Вроде бы всё просто, но как объяснить? Безусловно. Конечно, бить тревогу от того, что ребёнок заболел за месяц второй раз, и сразу бежать к иммунологу или к доктору за направлением, за исследованием иммунного статуса не стоит. Особенно это касается категории детей, которые первого года посещения учреждений образования, дошкольных учреждений я имею в виду, конечно же. В первую очередь почему? Потому что период адаптации ребёнка, он, как правило, сопровождается частыми респираторными инфекциями. Это нормально совершенно. И в этот период, конечно же, происходит в том числе наращивание так называемого иммунологического багажа. Ребёнок, сталкиваясь с этими инфекциями, формирует свой иммунитет. Спасибо большое. И в завершение ещё один вопрос главному педиатру области. Какие наиболее распространённые ошибки, ошибки на грани жизни и смерти, и о них нужно говорить, чаще всего совершают наши родители? Да, к сожалению, такие случаи есть. И это случаи позднего обращения за медицинской помощью. Тогда, когда родители надеются на так называемую авось. Авось пронесёт, авось полегчает. И, наверное, каждому родителю для того, чтобы вовремя суметь помочь своему ребёнку, нужно знать сигнальные признаки грозных осложнений при различных заболеваниях, владеть знанием номеров телефонов для обращения за медицинской помощью. Будь то травма, будь то какое-то острое отравление и так далее, они должны знать, куда они должны обратиться за помощью. И только потом пытаться, пока доберётся до них эта помощь, оказывать эту помощь самим. Есть вопрос к специалисту? Да. Спасибо, Татьяна Николаевна, за этот полезный разговор. Успехов и здоровья всем детишкам Гомельской области. Спасибо.